Привет инженеры! Это игра Space Engineers. В этом видео вы увидите быстрое достижение завода любыми средствами. Не будем терять время, момент приземления капсулы можно использовать для распива лишних блоков. Это немного ускорит развитие. Развитие в Space Engineers можно условно разделить на 4 стадии. Первая стадия это развитие до кобальта. Вторая стадия до постройки сборщика и завода. Третья стадия до постройки джемп драйв, а четвертая после него. На поверхности камень добывается дольше, поэтому забуримся поглубже. Самое хорошее место для бурения, находится со стороны комплекта для выживания. Это место позволит быстрее выгружать руду, и забирать необходимые изделия. Немного разбуриваем вакуум, чтобы было проще выбраться. В верхних слоях грунта, таких как, трава, песок, земля, падает по 120 камня за один такт бура, а в нижних слоях падает больше, чем 320. Пришло время разгрузиться и заказать переработку камня, пока он перерабатывается мы продолжим добычу. Лучше подстраховаться и взять с собой баллон водорода. Даже если учитывать время на спуск и подъем из ямы, то такая разница окупается. Выгружаем второй инвентарь камней и повторяем операцию. Фактически это мое третье развитие на Марсе. До этого я попробовал на зиму, а в прошлом все мои игры были только со стартом в космосе. Стоит учесть, что скорость развития на каждой планете разная, поэтому спидрань также должен учитывать номинацию по планетам. Данный спидрань будет ограничен второй стадией включительно. То есть как я уже и говорил это развитие до завода и сборщика. Вкратце говоря это спидрань на Марсе, до второй стадии. Заказываем крафт компонентов, на первый ветряк и на базовый очиститель. Ранний базовый очиститель позволит быстро переработать железную руду, а это в свою очередь поможет быстрее построить базовый сборщик. Хочу сейчас быстро заполнить камнем все свободное место в модуле выживания, а пока будет идти переработка заняться строительством. Закончилось место. То есть я добываю немного быстрее чем может очищать комплект для выживания. Самое время приступить к основанию базы. Можно получить небольшой буст, если спилить лишние блоки пока крафт нужных компонентов еще не завершен. Главное не бустануть в момент приседа. Особенно быстро спиливаются угловые половинчатые блоки легкой брони. По технике безопасности положено пилить искрами наружу. Если немного рискнуть, то можно получить еще 16 пластин из аккумулятора. Или пи*** от электрика. Ставим базу прямо над лямой. Чтобы было проще скидывать туда непрошенных гостей. Базовый очиститель конвейером вниз. Чтобы было удобнее выгружать в него сразу изъемное. Теперь ветряк. Не хватает моторов. Их довольно много в двигателях. Имеет смысл их подпилить. Очень важно не спиливать лишнего, так как на этом этапе важно иметь свободный инвентарь. Вся суть в том, что большие трубы и решетки сейчас некуда сложить. Кроме как в пассажирское кресло. Но это неудобно. Те спидраны, что я нашел на ютубе, были дольше 50 минут. Так что этот выйдет довольно неплохим на их фоне. У каждого блока есть небольшая часть которую можно недоваривать, или спилить. Но тут я конечно немного пожадничал, и потерял время. Теперь можно доделать базовый очиститель, разжиться железом и начать пользоваться планировщиком. Ну а пока, продолжаем мародерство на капсуле возрождения. Обратите внимание, искры учитывают препятствия и отскакивают от него. Удивительно. Надеюсь мой процессор выдержит это чудо. Анекдот. Мужик приходит к врачу с проблемой. Доктор, я нервный, не сдержанный. Мне быстро надоедают люди. Блин, я тебе объясняю. Блин, ты нахер. О человеке. Многое можно сказать по тому, как он паркует свою яхту. Субтитры сделал DimaTorzok Базовый очиститель готов. Приступим к поискам железной руды. Также не помешает найти кобальт и никель. С отключенным гасителем инерции, тратится значительно меньше водорода. Лед и золото. На этом этапе развития они интересуют. Сравнивая Землю с Марсом, я делаю вывод, что на Марсе в 5 раз больше камней с ресурсами. В 3 раза больше жил. Да и ландшафт более гладкий. Но и вишенка на тортик это гравитация. Она ниже чем на Земле. В итоге, на Марсе значительно больше шансов сделать все быстрее, и улететь с него подешевле. А вот и железо. Сразу ставим координаты, чтобы не потерять. Сразу ставим координаты, чтобы не потерять. Первая загрузка железом. Судя по звуку, очистителю не хватает энергии. Но дополнительный ветряк будет построен немного позже. Текущей скорости и переработки руды достаточно. Пока что придется перекладывать слитки вручную. Время добавить базовый сборщик. До этого момента я экономил ресурсы, но теперь, когда я могу очищать железную руду, можно начать экономить время за счет планировщика строительства. Средней кнопкой мышки, добавляем нужный блок в планировщик строительства. Смотрим на конвейер, и нажимаем среднюю кнопку мышки, чтобы забрать компоненты на сварку блока. Недостающее можно заказать, если нажать Shift плюс средняя кнопка мышки. А лишние ресурсы выложить Alt плюс средняя кнопка мышки. Это очень удобный инструмент. Уважаю разработчиков за то, что они сделали. Тут можно было бы обойтись без контейнера, но мне кажется он окупается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Базовый сборщик готов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Немного ошибся. Переустановлю контейнер, чтобы было проще с планировщиком задач. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Рекомендую собирать камушки сразу, в противном случае они исчезнут. А на меня не смотрите, я просто увлекся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь имеет смысл добавить еще один ветряк? Хе-хе-хе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА